Главной проблемной точкой стал межотраслевой техникум села Новоилинск. В нем обучается более 500 человек. Это ребята из ближайших районов Иулануды. Студенты проживают в старом общежитии, износ которого составляет более 60%. Первая тема – это необходимо строить общежитие в Новоилинске для нашего техникума. Начнем проектировать его, понимаем, что общежитие нужно делать. Следующей остановкой маршрута стала больница в селе Новая Брянь. Здесь не работает этаж медицинской помощи. Сейчас ему требуется капитальный ремонт. А в Старой Бряне фельдшерско-акушерский пункт был построен более полувека назад. Его износ составляет более 90%. По строительству новых фактов по ремонту существующих объектов здравоохранения, как обычно, много вопросов. И мы сейчас дополнительно заявили еще три факта на финансирование с федерального бюджета. Последним, но не по значимости, стал районный бассейн «Дельфин». Его чаша показала смещение несущих элементов. Здесь требуется капитальный ремонт. Профинансировать объект вызвался ГОК «Озерный». Самый большой проблемный вопрос стал по «Дельфину», бассейну Новобрянскому. Тут предварительное состояние, необходимо срочный ремонт. Представитель «Озерного ГОКа» Дагитов Эрденижат Владимирович сегодня высказал позицию, согласованную с руководством ГОКа, о том, что они готовы профинансировать ремонт бассейна на 13 миллионов рублей цена ремонта. Сейчас уже подготовлена сметная документация. Ремонт объекта начинается в начале лета. А по итогам поездки была собрана комиссия для комплексного решения всех вопросов Заиграевского района. Татьяна Усольцева, Бато Гормын. Новости дня. Заиграевский район. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok